Бримстоун, я изучил запись допроса и пришел к тому же выводу, что и ты. Эта девушка нам не враг. Даже больше скажу, она на нашей стороне, а ее способности впечатляют. Учитывая ситуацию в мире, я понимаю, почему она шантажировала Валорант. Но нам же лучше, если мы сможем прийти к взаимовыгодному соглашению. Давай возьмем ее в отряд. Только скажи ей, чтобы держалась подальше от моих серверов. Бримстоун. В общем, в зале закончились капсулы для кофемашины. Я так кофе не пью, но все остальные теперь посягают на мой чай, а он, между прочим, дорогой. Надеюсь, ты меня поймешь. Заранее спасибо. Вайпер, нам надо с тобой куда-нибудь сходить. Поужинаем, потанцуем. Я знаю одно волшебное местечко. Чембер, да я лучше своего яда напьюсь. Как мне теперь к тебе обращаться? Сэр? Командир? Ну уж нет. Хотя с кошмаром не просто совладать. Обычно он меня не подводит. И все же это случилось. Печально. Но теперь уж ничего не поделать. Я помогу вам разузнать об Омеге или как там ее. Но между нами не должно быть секретов. Я буду сражаться на твоей стороне, если это поможет мне найти его. Но учти, если у меня появится хоть малейшее подозрение, что ты меня обманул, тогда молись, чтобы мы больше никогда не встретились. Я вернулась с Омеги, и у меня хорошие новости. Внутренний портал не охраняется, так что там безопасно. Я осмотрела местность, но пройти не смогла. Я все время чувствовала чей-то страх. Горожане буквально на пределе, и я не знаю почему. Но в сознании людей я увидела странное место, недалеко от другого портала. Если хочешь получить ответы, тебе нужно туда. Времстоун, мы вернулись из Португалии. Осмотрели в городе каждый уголок, заглянули под каждый кирпич. Если окружение на Альфе такое же, как на Омеге, то мы там не заблудимся. Осталось только найти Родионик. Спасибо, что прислал план операции. К порталу лучше отправить Килджой и Неон. Они знают, как он работает. И смогут постоять за себя в случае чего. Скоро увидимся. Неон, встряхни их. Ты и правда был очень мил. Но не так умен, как тебе казалось. Хотела приберечь свой лучший яд для особого случая. Но раз уж все гости собрались, жадничать не буду. Некоторых из них я знала. Блестящие ученые были. Каю, в чем дело? Гложет чувство вины за погибших? Не такие уж мы с тобой разные. Неон, сражайся в полную силу. Мы на войне. Устроим настоящую бурю. Чембер, хватит мне глазки строить. Лучше слово свое сдержи. Спасибо. Открой свое сердце, Рейна. Если хочешь результатов, нужны души. Ждешь от меня похвалы, Чембер. Повтори все то, что ты сейчас сделал. Неон. Ты в курсе, что раньше все боялись? Меня. Привет, шеф, это Рейс. Можно тебя попросить быть помягче с бричом? Я понимаю, что вы не особо ладите. В смысле, вообще не ладите. Но в штабе в некоторых комнатах стены все равно, что картонные. И вас прекрасно слышно. Еще я хотела сказать, что у каждого есть дурные привычки, от которых реально сложно избавиться. Ну да, у него все в руках ломается, но это просто руки такие. В душе-то он добряк, приглядывает за мной, и за тобой тоже по-любому. Мне так кажется. Брич, конечно, не подарок, но бывают люди намного хуже, понимаешь? Он нам нужен. Такой, какой есть. Полагаю, ты со мной согласишься? В общем, подумай об этом на досуге, а? Спасибо, босс. Командир, у меня хорошие новости. В последнее время это редкость, но все равно приятно. Мое задание в Лиссабоне Альфа прошло успешно по двум критериям. Во-первых, изобретение Киллджой работает без сучка и без задоринки. Пространственный радиометр может вычислить толщину сетки Альфа-Омега с погрешностью в 2%. Киллджой сказала, что это невероятно. Правда, она мне ничего не объяснила, потому что убежала с воплями. Во-вторых, показания радиометра подтвердили наши догадки. Радионитовая материя с нашей стороны плотная, а Меги сюда не прорваться. Лучше защищать более уязвимые точки. Я бы предложил С-43. Но это, скажем так, спорный вопрос. Жду следующего задания. До связи. Брим, отправляй Рейну на задание почаще. Ей надо собрать побольше душ. Мы выжили из нашего оборудования. Все, но этого мало. Все дело в процессе передачи. Мы многое теряем при преобразовании. На одну успешно использованную единицу расходуются две. Жизненные энергии – это не вполне моя область. И я согласна, что мы отстаем от графика. Я надеялась к этому времени придумать, как обеспечить радионитово-химическое равновесие, но... Но мы в долгу перед Рейной. Собирать жизненную силу за двоих... Очень непросто. Пока дитя живет, я не должна опускать руки. Потому что, если мы не справимся, я даже не представляю, что будет с Рейной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...